знаки доброй удачи это страница 105 книжки большая книга о женского счастья натальи правды из моих библиотеки позитивное мышление и смешной науки а для того чтобы поддерживать нас на пути к прекрасным целям вселенная любит посылать нам знаки уметь считывать эти знаки и действовать в соответствии с ними великое искусство предлагаю вашему вниманию несколько таких знаков отобранных многолетними наблюдениями за живой природой которые помогут вам понять что вы на правильном пути ваше дома залетела бабочка это великолепный символ бабочка это благословение небес если у бабочки яркая окраска это знак удачи в любви окраска серая или черная удача в карьере бизнесе бережно относитесь к бабочки и ни в коем случае не причиняйте ей вреда птица помечает вас сверху это сигнал о том что вскоре вас ждет серьезное богатство вообще птица очень хороший символ удачи подкармливайте птичек и не и не прогоняйте они создают прекрасную энергию вокруг вас счастливый клевер вспомните как радовались мы в детстве если находили листик клевера с четырьмя лепестками или цветок сирени с пятью лепестками мы делали совершенно правильно потому что все это прекрасные знаки того что добрая удача идет к нам грибной дождь и радуга если вы увидели солнце дождь и радугу одновременно это повод для большой радости все намеченные дела обязательно принесут вам огромную удачу если этот знак увидела свадьба если этот знак увидела свадьба значит жизнь молодых будет долго и очень счастливой если такой день родился ребенок он будет необыкновенным человеком если к вам в дом приблудился щенок или котенок это символ об особом расположении к вам небес для вас это возможность проявить свои лучшие качества приютить накормить и позаботиться о нем тем самым вы улучшаете свою собственную жизнь только не прогонять станьте мудрыми это третий секрет счастья станьте мудрыми самым лучшим доказательством мудрости является непрерывное хорошее расположение духа монтэн о обожаю анекдот встречаются два друга один другого спрашивает мойша а ты счастлив тот отвечает а что делать мойша совершенно прав если не будешь счастлив то скорее всего будешь несчастлив другого пути нет поэтому мы создаем свое счастье сами постоянно и настойчиво а что делать давайте более удобно более удобно как там сяду более комфортно более удобно комфортно вообще думаю я готовлю себе такой поздний ланч такой поздний ланч поздний ланч или обед поздний ланч парижа моей кухни грант грант рестуранте знаете меня кухни грант рестуранта в одном лице вот смотрите мою программу студии позитивного мышления и силы позитивной мысли с вами я я с вами погода на улице смотрю такие вообще там из шлангов поливают конечно погода погода конечно шепчет яндекс показывает что 20 20 больше 30 градусов в санкт-петербурге такие дела я обратила внимание что он там болели водичкой чтобы это более знаете как-то это было прохлады было больше так что вот такие дела может можно так развернуть пакет разумеется у счастливого человека тоже есть свои проблемы но он не ходит с унылым видом до тех пор пока эта проблема не разрешится он как мы уже говорили с радостью принимается за решение проблемы так как видит в ней в ней целую россыпи новых чудесных возможностей вот кстати об этом пишет в книжке подсознание может все все еще более удобно устроить вот вот ну куда я сюда положу это эротически может быть туда как это эротически ну чтоб мне более удобно было конечно не знаю будет насколько это будет для видеосъемки это мне будет удобно а чё там ногу на ногу я сама на что вы ютите как то вот это вот я формально прямо села как будто вы знаете вот это вот тем самому вы вот так вот вообще вот так вот теле как будто бы уже эти вот правда наталья правдина которая дает анонс на свой следующее приезжайте там в турцию вот это вот следующее будет марафон и так далее чтобы люди знаете вот это вот проезжали на семинары платили деньги так что вот тем самому расслабьтесь расслабьтесь и получайте удовольствие так что вот мы с вами учимся правда это такой диалог вы поняли да мы же не тони роббин правильно тема маму пришлось не тони роббин где там люди заплатили знаете полный стадион народа все заплатили деньги и конечно нужно вот это выйти понимаете вот это вот и вообще на самом деле жахнуть короче ну чтоб люди остались довольны чтоб человек не зря не зря вот это вот а у нас с вами арт как там арт вечеринка намечается не будем это не будем вот это а про мужчин я хотела а там я же теперь внутри вы обратили внимание я теперь по хитрому сделала я же на балконе раньше вот эту видеокамеру мой ноутбук ставила туда на балкон а сейчас я подлинула туда трон на кровать ну видите да немножко нужно здесь сделать пейзаж лучше сейчас здесь такой пейзаж пейзаж сделала алхимия книжечка алхимия а кстати привет ютубу привет ютубу я вчера на мою страницу на мой канал ютуба Татьяна Салмановна на английском языке он как у меня в панспорте написано загрузила мои видео на которых я читаю отрывки из книжки сен-жермена да курс алхимии сен-жермена наука самотрансформация я такая читаю отрывки вот там такие небольшие видео я даже говорю такая-то вот это вот вступление это такая-то там страница это вот такая-то и в общем на самом деле очень долго у меня обычно видео загружаются достаточно быстро и быстро их там ну там ютубе наверное смотрят и как-то их быстро в общем а тут прям идет проверка они проверяли мои видео как-никак как-никакие вот я не понимаю вы их сверяли с этой книжкой? господа гай или надо им как-то говорить вообще-то не знаю вы сравнивали с книжкой как в общем в чем проблема это была или как бы вы меня не узнали вы наверно там посмотрели 3000 видео там затем сломано как-то вот там около эвенга и как-то с этим как-то шлангом и как-то в общем это выглядит а тут какая-то вот несовершенненная как-то они как-то не поняли там что-то как-то она выглядит на 25 лет старше а тут какая-то молодая вы как-то вот не совсем поняли да что это я или вы как бы с книжкой сверяли текст или меня не узнали я уже думаю что меня уже узнают там больше 6000 видео на ютубе у меня два канала ютуба мои авторские права на эти видео если я читаю книжку вот наталья правдина я вам озвучиваю я книжки я эти книжки купила в магазине озон за мои наличные деньги имейте это ввиду это моя библиотека моя творческая студия позитивного мышления силы позитивные мысли если я читаю книжку я говорю я читаю книжку я татьяна салмана мактул сайтудин я читаю книжку то даже от вашего называют там такая-то глава даже там страницу называют как-то если эта книжка наталья борисовна правдина я вам так и говорю читаю я изучаю я автор книги тайная психология денег скрета богатство процветания не в америке ну понимаете не так при макияже вот это спортивные костюмчики конечно когда такой был этот супер лето там 32 конечно на улице я не читала только может быть вечером а вечером там рано темнее это конечно дома с кондиционером а здесь у меня кондиционера нет поэтому этот открыл очень балкон дышу свежим воздухом они наверное не совсем как-то меня узнали они да вот там была александра татьяна юрьевна потом он вот на татьяна салмана мактул сайтудин я думаю что как бы вот вчера даже когда ведет и загрузила стала говорить что там чикаго лас-вегас про про мою карточку бренков америка давай давать на намыгаясь начнем про моем найти вот это вот расширим эту зону комфорта и знаете вот это так скажем дэнк знаете в это вот карточка у меня была дэнков америка вместе с чековой книжкой и особо как бы не пользовалась я там буквально несколько таких чеков знаете в основном что это было мне нам на 50 скин мороз был коннептик вот с мужем присылали такие знаете помогите армии 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 короче помогите армии сколько может какая-то какая-то еще там кому-то типа донейшн сделайте ваш донейшн это тяна салмана я выписывала 15-20 долларов и даже донейшн делала для ю.с. армии и там что-то служба спасения там чего-то там ну в общем что это такое прислали такие штучки надо было заполнить и чек послать я думаю что они из бэнков америка схоронили а когда татьяна салмановна вернее александра татьяна юрьевна как бы найти этот контейнер я арендовала контейнер вот когда я уже решила что я приеду сюда уж с мужем развелась вернее он со мной развел потому что вот релиз я большой контейнер знаете как это называется наверное знаете судно фрактую дайте контейнеры арендуют за деньги 5 тонн 5 тонн самый большой контейнер 5 тонн это мне мужчины сказать который грузили контейнер мои вещи я бы мужчины сколько тут нам нужно писать сколько сколько здесь они ашка они грузили они сказали вы даже не волнуйтесь вы даже это мы вообще профессионал 5 тонн груза они сказали я выписала чек но вы можете проверить этот контейнер пришел в лесной порт все официально александра татьяна юрьевна его растамаживала да немножко правда не совсем по вот это я даже растамаживала на конечном этапе у дмитрия шишкина с которым я училась в одной группе на юрфаке вот я его по старой дружбе попросила я приехала к нему на таможню вернее до этого созвонился я за столи вам уже рассказывал попросила его по старой дружбе что мы с ним учились вместе растаможить моя личная вещь потому что я заколебалась уже растамаж это было не совсем по территориальности гай так что вы так что вы можете высчитать вот этот вот время когда я когда я грузил этот контейнер поскольку грузила на 50 сискин мрот был коннектику то он сразу уехал в нью-йорк такой пломбой и сколько он там два месяца он понял вот так вот вот этим гайз вот этим мужчинам грузчиком я выписала чек примерно где-то 350 долларов или там 600 долларов я не помню сколько это было или 350 или 500 или 600 какая-то такая то есть точно не помню сколько это было может быть каждому по 300 я выписала чек который наверняка не обналичили bank of america чтобы даже не сомневаться сейчас у тебя сломал еще что-нибудь такое на скидку прочитали наука визуализации глава 7 сен-жермен курс алхимии наука самой трансформации или кто-то может быть предъявил какие-то права и подумали что она как-то так это выглядит супер таки может быть мы как-то вот это вот под шумок там чего-то там вот этого так что вот я прочитаю всего одну страницу то что я делал за эти и отдельные для общейся кушать готовы афинанска вообще на самом деле наслаждаются летом с собой вот меня просто удивило они проверяли это больше двух часов эти маленькие видео знаете когда не проверяли проверяли идет идет проверка знаете это вот они там проверяли часа два как как никакие аж загружал мне что-то загружено там понимаете больше 6000 видео у меня аж большой опыт что если там какая-то музыка и там сразу пишет ну типа там это музыка вот это вот так что вот запомните что раз вы преуспели в визуализации облака и передали задачу поддержание его поддержание этого видения своему высшему я скрытым вас божественную способность то ваше божественное присутствие будет поддерживать его в течение требуемого периода эта страница 145 со временем вы обнаружите что сияние облака мягко заполнит ваше физическое тело и когда это произойдет обострится ваш ум и появится новое пронзительное чувство осознание жизни повсюду очень интересно со временем вы обнаружите что сияние облака мягко заполнит ваше физическое тело и когда это произойдет обострится ваш ум и появится новое пронзительное чувство осознание жизни повсюду когда вы исполните это упражнение ритуал создание облака путем настройки на творческую энергию вселенной становясь тем самым со творцом бога к вам придет чувство непривязанности к миру как если бы вы были а просто наблюдателем того что происходит вокруг вас это произойдет тогда когда вы по позволите себе автоматически влиться великую творческую энергию макрокосмоса этот опыт пребывание в потоке когда меньшее сознание человека вливается большее сознание бога известен как восхождение на гору и носит название опыта горные вершины так как благодаря ему человек открывает вершину своего существа место где низшее я соединяется с высшим а материя и дух сливаются но это нужно медленно медленно читать думать прочитать подумать порассуждать и вообще такая книжка она требует вообще требует как там изучение знаете не просто почитать а вот этот почитать перечитать подчеркнуть в общем такая да поэтому это я на вскидку просто открыла поэтому во всем времена ритуала ваше ваше сознание должно оставаться чистым заряженным любовью осознающим бесконечный потенциал космического разума бога и полностью отождествленным созидательными импульсами если допускается появление ненависти или даже малейшего недовольства кем-либо или попытка вмешаться в космическое течение бесконечного плана через какую-либо частицу жизни то такие действия конечно же создадут кармическую ситуацию которая окажется весьма неблагоприятной для индивидуума позволяющую своим энергиям быть задействованными таким образом так я не очень внимательно потому что думала о своем читаю книжку знаете как нельзя читать книжку я просто думаю о своем думал что сейчас такое рассказать представляете вот одно дело ты внимательно читаешь все это как бы вот это вот внимательно читаешь другое дело я участвую читала думала о своем вот продать я сломана хочет сказать что у меня большой опыт я ходила много лет если смотрите интересуетесь моим творчеством я ходила много лет на сеансы сергей сергейчика навалова вот сергей сергейча говорил что водичка же мужа сказывала здесь здесь санкт-петербурге он говорит эту водичку нужна она салфеточку и общем это лицо и как он там говорил вы протираете лицо и морщины будут уходить вы протираете грудь и ваша грудь обретет былую юность ну так как так и было как я вот и другие части тела но он там уже не стал там знаете как то вот это вот уже да знаете как то вот объяснять он так вот намекнул ну не то что намекнул он так и сказал берете вот эту заряженную водичку который специально заряжаем энергией сотворения для кожи такие небольшие бутылочки вот протираете лицо вот морщинки будут уходить ну как будто вот как вот он говорил так я вам пересказываю так же и грудь то есть вот протираете там грудь и другие части тела в том смысле что и он так и говорил что грудь приобретет былую юность вот чему есть подтверждение в анкетах его пациента вот эти ума на большой опыт в этом не то что опыт я хотела больше 13 лет знаете сколько я омазала лицо и вообще руки и вообще вот это вот себя этой водой много лет волосы если вы хотите волосы мажьте вот этой водой все что-то удивляться показываю вам фильм крем вам кажется это как-то совершенно что то есть из рода фантастического а для сергей сердечика навалова пенсионерки у которых вырастали новые зубы которые говорили вот там зубов не было уже давно выпали а теперь новые выросли не являлись как какой-то там сенсации для него это было как-то вот как уже процесс как уже вот сеансы сеансы это процесс многие пациенты у которых уходили тяжелейшие заболевания вот правда он ждал он сказал что вот вы на мне посмотрите что у него сито и волосы будут уходить но честно говоря вот он как-то вот вот этот такой вопрос как-то вот так остается немного открытым в общем как то вот так это просто вот о чем но вот о том вот это вот о том и есть и мама у меня протирала мы с мамой вместе ходили с Тамарой Петровной она тоже протирала свое лицо этой водичкой для кожи мы с ней ходили много лет иногда на утренние и на вечерние сеансы знаете как это столько лет знаете когда уже 13 лет ходишь там раньше там 10-10 сеансов было раз-два месяца месяц перерыв где-то потом опять те сеансы так что вот но как я поняла вообще из его сеансов вот это вот энергия сотворения которую как он говорил а вот приходила дать вот ну когда сеанс начинал быть что нам приходят с ним в этот сал вот что эти люди которые в общем не должна должен быть был в такой какой-то контакт то есть он как бы стал тренать и закрыть каждое каждый как будут самый то как будет люди ходили на сеансы и каждый в общем таком в таком ключе что в смысле кого-то понимаете это понимаю что он не мог сделать что-то algunas кому-то там идут мальчи там где кого-то там мазать это водой да то есть он как бы этого не делал по крайней мере он этого не говорил что он там кого-то например водой он предлагал ходить на сеансы заниматься заряжать буду своей энергией энергии сотворения то есть в общем это такой как бы индивидуальный скажем раз это божественная энергия понимаете значит такой индивидуальный процесс когда эта энергия приходит стал и уже индивидуально понимаете чек пишет как-то вот такую исповедь и вообще на сколько человек искренне вообще то есть очень много такое так и знаете такие вот уже такие вот отношения индивидуальные вы поняли да это его можно сказать такой великой энергии он там очень так это очень на своем этом сайте очень так это очень красиво пишет это конечно немножко не то как у этой у лизы чайки на появился этот крем потом они сделали экспертизу этого крема оказалось что это вообще детский кремом ничего особенного и почему она намазывает лицо и становится самая красивая блондинка москвы она понять не могла и она понимаете она исследует это гена хочет найти там это ген красоты и так далее чем изучает она этот вопрос ну фильм такой сериал вот сериал там много-много серий 80 тысячи серий вот это не то что я здесь книги почиталась например саджермен дал какой-то такой вот этой вот знатной женщине такой вот какой-то эликсир до эликсир и она выглядела вообще будущее уже на пенсии как-то за пенсионный возраст и так поняла 25-летняя девушка здесь просто конкретно об этом написано здесь написаны и о том что и он сам как говорится ему было вообще тоже там однако около 100 лет обглядел он на 40 так что вот здесь же и говорите что он нам алхимик понимаете и наука такая трансформация и вообще алхимия то есть в общем в общем вот так в общем вот такое такое интересное понимаете но не надо это как-то буквально понимаете я вот вам делюсь с вами информации сама изучаю вот книги из моей библиотеки вы понимаете да вы вот никто интересуется смотрит слушает то есть эти вот послушали то есть это и как говорится то есть такой вот такой знаете такое в общем я же уже неоднократно говорила что читаю какие-то книжки что загружаю видео вот это не является какой-то вот эти вот что вам нужно это как-то обязательно что-то там делать или еще что-то знаете вот смотришь думаешь надо не надо рассуждаешь вот получаешь информацию вот вам вы поняли да у меня просто он говорил страсть страсть вообще к изучению понимаете там и наталья правдина и джон кефле вообще наука жизни наука счастья вообще процветания в общем я эти книги читаю давно я автор книги я уговорю тайна психологии денег секрета богатство процветания и в таком режиме я сидела в америке но просто спортивном костюмчике он еще раз объясняю уже в этом поговорил много часов перерывами знаете там вот это вот упаков и завтра касается до ланча потом это у меня ланч скажу немножко так прогуляю станете в этом раунд на эти вот дома тому потом с кошками или как-то ближусь на руси опять там гамак или там дома знаете там что два-три потом перерыв у меня там там это ти брейк или там какая-то еда то есть но часов 7 7 7 часов в день я сидела и читала на эти книжки сидела читала выписывала изучала не именно эту книгу а вообще понимаете вот по той тематика на которую я книгу написала и сидела неделями месяцами и годами вот сидела и изучала у меня уж там на третьем году изучение написание у меня уже знаете вот почитаю очередную книгу там лиса и бабы или там еще что-то знаете там огромное количество у меня книгу выборочно и уже потом знаете так вот и потом найти вот у меня потом информация в голове понимаете различное но в смысле прочитанное прочитанное но и процветания счастья науки жизни о позитивном мышлении вот мотивации понимаете это тони робинса наталья грейс и в общем джек кэмфилл ангелина могилевская и многие другие свияж александр свияж интересно запишет она или нет можно сказать или нет то видео эти записывания звучат я сейчас освободил на компьютер это есть свободное время имеет это ну там по этим по записи там что это было очень много-много видео записано понимаете я вообще хотела вам сказать далека вспомняющая тогда хотела сказать я не сказала спящий пророк американский который сделал много пророчеств в том числе о россии я тогда вам сказал что если вспомню его имя я вам скажу если не вспомни мне я могла конечно посмотреть по интернету но я как-то упустила этот момент нет не вспомнила я значит вся слава она говорит не будет понимаете я вам загрузила видео наталья борисовна правдиной как она где-то там издатель там понимаете который там вот мужчина она такая такая высокая правда на борисовна такая высокая стройная была у нее на семинаре в 2003 году вот и я в 2004 и знаете как она вот на этом видео сказала что понимаете издатель там про какую-то мужчину она рассказывала что понимаете вот он и сразу увидел опыт вы привлекаете счастье счастье успех я пришел понимаете вот вот понимаете вот чек заинтересовался и вообще-то она так очень честно говоря очень так забавно забавно в общем так понравилось надо было честно говоря переснять этот момент как она как она об этом понимаете рассказывала мужчина заинтересовался он пришел и в общем как-то вот вы поняли да чтобы она писала книжки он будет это я так немножко издатель там какого-то нашим нескольких этих издательствах публикуется вот такие вот дела собственная осанка упражнения царственная осанка останка балерин о да это вот надо тела салманова вот надо плечики назад плечики назад я здесь так это устроила знаете чтобы удобно туда вот это положила здесь конечно чтобы не ногу на ногу чтобы это поле как-то удобно хотелось бы конечно такой супер диванчик но зато я такой красотой беру очень такой красотой хотя полностью если я сейчас возьму себя более крупным планом как я вечером вчера это снимала а то тогда будет лицо будет как говорится ну в общем вы поняли да здесь важно чтобы лицо было ну не совсем крупным планом да а вот как-то говорят 1 3 как-то на телевизион это продакшен ну вот что-то еще хотела сказать такого а про путешествия путешествия хотела думала сначала думала такое все лакжель лакжель а потом думаю ну может наверное про путешествия про мои про мои рассказать а что о чем мечтают мужчины а что о чем мечтают мужчины они мне звонили по телефону я с ними общалась встречался в петербурге и за границу ездила у меня такой опыт вообще в общении ну в смысле в прямом смысле общения понимаете вот по телефону общения потом идешь на встречу на свидание идешь в ресторан в кафе на экскурсию по петербургу там показываешь петербург окрестност или приезжаешь там куда-то за границ тоже общаешься вот я бы сказала так вам по секрету вы знаете о чем мечтают мужчины вы имеете ввиду если в личном плане они вам в принципе напрямую никогда не скажет поскольку ну в общем какой знаете я так считаю что напрямую они никогда не скажут о чем они мечтают они как бы в принципе немного умолчат немного умолчат но боюсь предположить ну не все может быть я не знаю вот вспоминаю Татьяну Славановичу скажем об этом Харальде вообще так было неприятно в общем на самом деле приехала к этому мужчине я там два месяца в Германии шила вот мы с ним в Голландию поехали эти красные фонари эти понимаете это улицы красных фонарей это девушки в этих в окошках понимаете вот эти вот легкого поведения стоят в этом нижнем белье вы поняли да такие красивые в нижнем белье там в белом такие подсветки такие стены под ну там разные есть но в основном очень красивые вот а он такой архитектор очень такой приятный интеллигентный мужчина парень ну сколько ему лет 37 было ну плюс минус да так он Татьяне Салмановне задал такой вопрос был Александровой Татьяной Юрьевской он у меня спросил как я считаю показав какую-то девицу в этом нет он мне не показал он так потом когда мы отошли он мне спросил как я считаю вот там наверно какая-то девица ему понравилась будет она с ним или нет в смысле наверное он имел ввиду бросит ли она этот бизнес и будет ли она как бы его женой подругой ну в общем ну вы поняли в таком смысле он меня спрашивает представляете это знаете о чем говорит это просто вот реально я вам в своей жизни рассказываю это знаете о чем говорит вот такой интеллигентный вот этот такой полноватенький но понимаете вот мечтает чтобы она была понимаете вот такая вот понимаете как бы ты ну видео вот вот о нее как-то я не знаю вот только ты выгляжась что я вам сказала ему надо было честно говоря знаете у меня всегда это баджет надо было ему тут такой вопрос понимаете а я знаете уже у нас не были личные отношения я к нему как бы как невеста вообще приехала Вообще, ну, по визе Кстати, я ему в немецком консульстве Можете поинтересоваться, что это за харь Короче, и что это за хрень была Потому что в немецком консульстве Должны быть документы Я оформляла к нему в немецком консульстве Визу к нему домой В общем, короче, он мне прислал Приглашение, так что там должны быть В немецком консульстве в Санкт-Петербурге В этом мембассе должны быть документы К кому это я ездила на 2 месяца Так что вот Если бы не баджет, честно говоря Такая уверенная Уверенная в себе, типа, понимаете Вот это вот, типа там В каких-то невестах там ходишь И такие вопросы он задает Ему надо было, знаете, по морде стулкой Вообще заехать, и короче, и все, короче И идти по своим делам Поэтому надо, нужно богатеть, короче Так, короче, дамы, поэтому нужно богатеть Так что вот А то, знаете, он подумал Знаете, вот эта вся Россия нищая Вот она там приехала Он там, знаете, мне там Это одежду покупать Вообще-то я его за счет живу И буду тут так похабно относиться Так что вот А, а вообще вот это Так да, эти немцы Ну да Лариса ко мне в гости приехала Хотя я нормально, понимаете Я там душ могу, знаете Я там вот душ могу там 40 минут принимать Да ну раньше, ну полчаса Ну раньше, как бы В принципе, раньше не так долго А сейчас как бы вот так вот Люблю помыться По школе очарования, понимаете Я это реквизит делаю По школе очарования Вот Ну а тогда, конечно Я не знаю, если бы я 45 минут в душе моюсь Он бы, наверное, вообще там Вот это вот Лариса Он считал, сколько минут Лариса, моя бывшая подруга Моется в душе Он меня спрашивал Долго ли она будет мыться Я такая Она вообще-то зашла Там 5 минут моется Он меня вообще так удивил Вы представляете Если бы я за него вышла замуж И другой немец меня удивил Которому Уахим Я тоже к нему ездила По приглашению, по-моему Тоже там посмотрите Апельсинов Кило апельсинов Ты что, собираешь Ты месяц здесь жить? Вот они немцы Вот они немцы Приедешь, конечно И будешь там вот это вот Но с другой стороны С чем сравнивать, понимаете С чем сравнивать Поэтому и так они относятся Короче, это Россия Короче, вот это вот И будешь, короче, вот так вот Но не зря говорят Что такая немецкая Какая-то вот это вот И будет стоять над душой И считать Сколько минут Вы моетесь под душем Меня это так возмутило Вообще Даже из-за Ларисы Стало обидно Даже из-за Ларисы Стало обидно Я так возмутилась Я думала Если бы она там, конечно Два часа мылась Это понятно Но она там Ну, 10 минут Она там моется Вот как они воду экономят Ну, так и все и было Как есть, так и было Ну, что у него На последнем этаже Душевая У него, знаете, такая Архитект, знаете Такая лестница Там на последнем этаже У него квартира была Двухъярусная Двухъярусная, короче На втором этаже у него Даже к бабке не ходил Поднимаетесь на второй этаж Короче, смотрите Дождь здесь не ошибетесь Она скажет Да, это может быть не она была Ну, сейчас, короче Не она На второй этаж поднимаетесь Его квартира По вот такой вот винтовой лестнице Налево Сразу его спальня была В эту спальню входите Сразу налево Там, знаете, вот такое Такие вот еще, знаете Такая скошенная Такие вот эти вот Короче, у него там В этой спальне Кроме кровати большой Чтобы ничего не было А шкаф был встроенный Справа Такой встроенный вот это комната комната в налево распали а сразу направо там коридор еще это коридор вот а туда в тупике а в тупике ну не так далеко тут идти направо его короче офис там был а между его спальни и офисов вот там вот как говорится вот так прямо да но пойти нужно чуть направо по направлению к в офису там большая душевая была так что вот кухня очень маленькая особо он не готова они не готовы станете полностью готовая полуфабрикаты такое все это покупают и что это сломаночка таким между почем на него был похож тоже парень я знать когда получила 90 вот на него один к одному вот был такой парень тоже курчавенький такой такая такое лицо у него знаете такое полноватый парень еще мне понравился на этого харельда был похож тоже я еще под у 90 училась сама приставала к этому парню вас она встречаться не стал так что вот был на этого харельда похож на что типаж такой стремимся к совершенству интимные мышцы любви а вот эта тема ну что в общем как то вот так так же даже дайте вот это вот я как немножко как то вот это к чему-то такому более какому-то нужно перейти вы такие нюансы а что жительные моменты может у кого-то там такой вопрос вообще решается а так они посмотрят и уже как говорится как то вот так подумают обдумывать ну как есть я вам сказала как есть а что такие знаете если там все говоришь знаете вот это вот как там как называется жизненный момент разные жизненные моменты вот как одеться красиво понимаете если она вот плюс цепочка такая стирочка понимаете с такой платье одно дело если бы я делать черное в обтяг я знаете вообще такая знаете вот это было а понимаете когда вы одеваете вот эту такую вот этим как она называется гофреп листы или как она вот такую штучку дамы она немножко как бы ну вы поняли там вот она дает вот такой такие формы вы поняли немножко у как будто я кстати он сама пусть сказать немножко как стройник но вот вы поняли да просто как себя красиво он как себя красиво в общем как-то вот это вот а еще он там загрузила эти секс большом городе очень такой интересный фильм сейчас его нельзя посмотреть на youtube только за деньги отрывки я загрузила там где-то сама ты ну или 4 такие подруги она говорит картошка фри для женщины с одеялом покрывалом ну да видели как она там вот это вот ну как там в этих арабских эмиратах вся в этом черном и в общем каждый раз открывает приподнимает и туда в общем ну в общем они точно пошутили на эту тему что в общем как то вот это вот получается этим никуда вот и знаете вот нельзя как-то открытым как-то вот это вот понимаете там щитоке строгости вообще мир такой понимаете мир какой вообще раз понимаете вот интересно вообще изучать мир мир такой разный и вообще они такие удивительные на что будем взять и вот этого там это интимный бодибилдинг на деть интимный как там этот этот билдинг короче ну да кстати этот же интимные эти зеленые нефритовые яйца продавала на там же была очень шикарная лекция наталья борисовна и правдиной семинара любви было выходного дня и там они продавали специальные так люди даже заказывали нефритовые яйца для тренировки интимных мышц наталья борисовна об этом тоже говорила вот что не надо сбрасываться счетов что нужно быть во все оружие новыми гену имеется ввиду укреплять все что можно ну фасад я уже говорила ресницы там очень быть красивой вот ну и как говорится поучиться не знаю там спортзал как она называется ходьбой там любыми доступными для вас видами спорта ли там цигун йога вот так же вот интимные мышцы она потом тоже говорила даже они продавали такие эти штучки такие яйца интимные даже разных размеров кому какие надо и здесь описывает вот она я просто листаю она об этом говорила рассказывали очень много видео на ютубе даже показывают а вот вот на самом деле у кого развитые очень сильно эти интимные мышцы настолько развит это вот у этих тайланок которые даже могут этими мышцами разные фокусы делать даже они меня удивили чем таиланд этим салмановна удивил он удивил конечно чем чем удивил конечно этими животными там эти вот животные а также вот этими женщиной которая оттуда вы так вот такой шоу было я на каком-то видео рассказывал да или не рассказывал я оставлю тоже можно на яндексе посмотреть на на ютубе вот вот там это конкретно хотя нет сейчас по-моему и показывают когда я ездила это было очень давно не было 30 а сейчас вот мне так скажем ну в общем да не будет завтра 49 лет вот такие вот дела ну чем она меня удивил эта женщина честно говоря удивила она оттуда вытаскивала бритву метра два или три метра быть фона вытащила на ниточке понимаете вот эта бритва вообще-то лезвие понимаете как он бред вот такое лезвие вы поняли так такое лезвие они были привязаны одно к одному на на чем-то на нитке ли о чем таком и метра 2 она вытащила излагалища от этих бритв потом она взяла листок бумаги и вот этой бритвы вот так вот провела по листку бумаги и этот бумага вот так вот как говорится вы поняли да как там вот бумага как называется в общем сделала из одного листка два листка этой бритвы показав что бритва очень остро чем она меня очень удивила просто удивила там отец там она еще вытаскивала там другие вытаскивали но одно дело эти шарики там что-то такое вытаскивать но вытаскивать бритвы понимаете а потом я смекнула это нужно иметь понимаете не только тренировать а нужно иметь такую силу а понимаете как вот эти вот в шоу линии они же тренируются понимаете они как тренируются там как ты рукой кузяне что-то такое там ну я не знаю вы в общем там из кому интересно то есть меня было просто найти вот это вот но когда мы спыри ездили спыри это когда я одна есть делать меня женщина когда мы спыри на там нам этот в банкоке но и клап посоветовал что-нибудь интересное водитель таксист он нам посоветовал nightclub я тоже гнать или этого не рассказывала нет я села там мы спыри сели на первый ряд там была такая большая сцена и несколько рядов так кругом так много было такое как nightclub мы селись и стиле сели почти на первый ряд там был такой метр метра сцены вот и там вышла пара тайландцы местные вот и они стали они голые были и они стали на вот этому где-то у тебя же заниматься сексом ну да да они вообще на самом деле да так вообще знаете может быть как-то очень красиво на тебя сама учете вот это вот поставить дайте у ногу а вот так нужно поставить ногу красиво что-то знаете чтоб сапог ты был виден да так найти не очень они тоже конечно удивили это я не знаю сказал этот таксист пыли что там будет происходить это было так а неожиданно вообще было так совершенно неожиданно в общем ну вы поняли да да было так совершенно неожиданно а тут дело когда ты ожидаешь ну вот эти любители посмотреть там еще что-то а когда вообще-то было на самом деле в общем ладно сейчас я уже это ты был очень неожиданно и как там перестал меня сразу да короче типа толкать идем вот а там люди сзади я сейчас я встал все все будут смотреть на меня как подумал как встанешь то как это как говорят все знаете а люди от первых людей люди знали первые ряды не очень были такие не много там народу было там люди вас там много этого так там сидели вот это станешь все будут смотреть там там еще неизвестно что лучше посидеть до конца или встать что все посмотрели ну а переключаться на позитив ну да медитация на состоянии гармонии я тоже удивилась но как-то не говорил что типа давай там посмотрим он честно говоря нужно это тоже как-то его шокировала это очень необычно хотел сказать что такое очень необычное впечатление особенно понимаете когда ты как бы ну есть люди они специально идут как посмотреть там вот мужчины там какие-то ну вот но если этот совершенно неожиданно и вообще как-то в такой обстановке это было настолько настолько вообще я даже не знаю знаете какие слова подобрать и вот очаровательный очарователь навсегда я хотел разочаровать там учет у них механическая это делали делали механического мы там ушли мы так посидели там посмотрели я конечно не знаю понимаете конечно вот это вот какие там еще ночные клубы но в общем и конечно нужно быть определенным любителем чтобы знаете на такой вот это вот ходить смотри что просто как еще раз хочу сказать что огромное количество письма я писала письма писала сколько мной было письма этим иностранцам написано понимаете я искала очень очень и как говорится большим таким ну а почему я да я искал все иностранного мужа хотела носить это кто его мужа будет очень активно искала писала огромное количество писем различные агентства за фотографии размещала так что вот поэтому я вообще на самом деле я по телефону общалась и вообще переписывалась и встречалась таким количеством вообще вот этих вот мужчин вот я даже не знаю как посчитать большую сумму но у вас по телефону он я я я как бы я как честно говоря надо прикинуть сколько сколько их высоко их было просто знаете я вот когда мне знаете у меня такая такая и у меня за эти годы выработался профессионализм я по поводу русских не могу а по поводу иностранцев когда вижу иностранца вот я как-то его знаете вот как-то сканирую считываю и для себя как-то я вот уже знаете делаю по каким-то его вот знаете как-то как он пришел как вот это что делает как вот это уже знаете как там все уже как бы ясно о нем как бы все ясно что как и вообще-то никаких даже этих иллюзий может быть знаете какой-то на каком-то уже профессиональном этом уровне ну да и все они были интеллигентные порядочные вот интеллигентные порядочные таких интеллигентных профессий как-то вот это кроме одного почтальона в общем да все остальные такие были интеллигентных профитии интеллигентные ну что ох я надеюсь мой компьютер мой волшебный компьютер или еще и ранее нужно значит нам цветочки на себя щита снять ох цветы ох эти пиончики нет просто вы понимаете вот конечно великолепного читая большая к книга женского счастья но как говорится какие такие одно дело книга другое дело такой вот личный опыт послушать и ну в общем вы поняли да потому что о чем книга большого женского счастья найти счастье найти себя найти достойного мужчину вот а как его встретить как как узнать вообще как вот это те кто и люди может быть так вот женится через несколько лет только понимают что это не то а нужно сразу как-то понимаете лучше сразу распознать и чтобы времени терять другого искать поэтому мы с вами где-то тем самому с вами делятся такими некоторыми секретами сейчас хотя сломана вам себя на балконе покажет вот когда погода шикарная совершенно шикарная погода показываю себя крупным планом вы смотрите мою программу творческой студии позитивного мышления силы позитивной мысли татьяна салманы мактум сайфудин шикарно шикарно тут как таиланд у нас сейчас санкт-петербурге белые ночи практически как таиланд это как раз костюмчик эротический в общем как-то как-то здесь нужно туда немножко да пролезть сейчас подвину чуть пролезть но сейчас подвинуть надо чтобы я туда иначе не пройти иначе не совсем пройти а-а-а так я еще знаете занимаюсь параллельно у меня же у нас минуточки дары не проходят я же у тебя постельное белье смотрите меняю постельное белье меняю вот навожу порядок в моей квартире получилось оформление я приступаю в заж Разбород同 раф片 поэтому я уже у меня берем белье я сушил с у � мясом хозяйственные вопросы unacom но как же как же без хозяйственных вопросов без хозяйственных вопросов мне так так что группа простоождать внимание на то как я выгляжу это тоже я это специально леденанты angel для ютуба так что вот чтобы они знали что на всех видео 6000 видео 6000 видео 400 и на всех видео я татьяна салмановна просто хочет быть актрисой вот там ну спилберг спилберг посмотрел так что вот чтобы они не думали что если я так себе заснимаю я училась просто на телевизион продакшен красиво выставить свет заснять ну вообще как я вам сказала конечно хочется как мисс вселенная требует там от видеокамеры быть не стиле дни вселенная но огромное количество видео заснялось вот так вот а вы смотрели мои вообще вот видео то почему я там рассказываю так далее я повторять вам не буду чтобы я не повторялся просто вам показываю просто не надо там подолгу там это крутить и спрашивать а кто это это она не она просто я на одном видео вам вот так вот показываю в принципе не стала бы себе конечно также заснимать вот вот такие вот дела хотя здесь есть можно шикардозно заснять правда их можно шикардозно заснять вот номер звонит обратите внимание 7 963 304 96 34 я татьяна салмана удалить номер сейчас буду готовить себя кушать так что готовится салатик из помидора огурца с помидора огурца я уже сварила макарошки я уже сварила так что вот а также занимаюсь конечно еще хозяйственными хозяйственными делами как я уже сказала ни одной минуточки даром не проходит я очень много что успела если не рано встала я вам на следующем видео расскажу мой канал ютуба что открываю а вчера я же вам рассказал мои видео что у меня теперь новая теперь знаете интернет я оплачиваю месяц у меня интернета даже больше скорости по 600 рублей всего 600 рублей вместо 850 так что в принципе то выгодно вот иметь эту виду и вот в вот Это мой канал, один из моих каналов YouTube, это на русском языке, так что вот, и страница моя вконтакте это Татьяна Салмановна через дефис мактумса айфудин через дефис.